Вторая технология это блокчейн, я тоже думаю, что нам здесь никакая помощь не нужна, кроме одной нужно внести в программу подготовки ключевых узов, специализации соответствующие. Наверное, единственное, что нам пока нужно, технологии мы сами доведем, нам нужна поддержка кадрами, ну и, наверное, аккуратным регулированием. Самое главное, чтобы не было запретов, сказали, что запретим виртуальную валюту, я хочу сказать, что сразу же громадное количество перетока дейта-центров, занимающихся майнингом, и технологических стартапов переместился за рубеж. Здесь очень аккуратно нужно, конечно, регулировать, но регулирование, очевидно, потребуется, потому что технология взрывная. Всё? Значит, вот смотрите, мы уже с вами обсуждаем эту тему не первый раз, и здесь таких не найдётся, но вообще, в принципе, наверняка есть и наши коллеги, и просто рядовые граждане страны, которые зададутся вопросом, зачем нам это всё нужно, потому что у нас всё есть. Итак, у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причём самые разные, и чёрные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы, чего у нас только нет. И в принципе, в общем и целом, развитие идёт технологическое неплохо, интеллектуальная база очень хорошая, но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно, и нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, он как-то сказал, каменный век закончился не потому, что камни кончились. А потому что появились новые технологии, вот они появляются в мире. И тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае, очень быстро попадёт в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить, и главное, что у нас есть все шансы, все возможности, используя вот те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать. Всё, что я сказал, это нам нужно сегодня, это по максимуму нужно использовать, но для того, чтобы обеспечить вот этот рывок и прорыв в будущее. Редактор субтитров А.Семкин